Здравствуйте, друзья! Сюжет вот на такую тему. Итак, представим себе, что саду этому уже 30 с лишним лет, я имею ввиду вот этому участку. Довольно крупные деревья. Посмотрите, какие. Вот этому всего 23 года. Вот, вердели. Вот этому Артему, моему самому провозглашенному, 25 лет. Рекордсмены жуткие. Сейчас уже если дает 25 ведер, как он давал 10 лет назад, это уже считается, да, он вроде рекордный. Вот, вот этот, который должен заменить патриарха, такие же мелкие косточки, такой же урожай, невиданный на 30 ведер. Вот пока так. Но проходит время, сейчас поймете, о чем пойдет речь. Проходит время, что-то пришлось менять. Посмотрите, я уже показывал. И делаем сравнение. Вот этот вот пень, это бывшая груша. Вот она. Это бывшая груша. Я ее убирал. Ну, куда мне столько было сварогов. Вот это была лада. Я ее калечил. Вот это. Вот она. Я калечил, калечил, калечил. Потом снизу пошли дикие вески. Вот. И где-то году, году в 20 лет в 20 лет. И вот я себе тоже распилил. Стал вопрос о замене. Я сам всегда приделся такого мнения. Но вполне официально. Нельзя садить сорт по сорту. Вид по виду. Это значит, что если здесь росло груши, вот еще раз показываю. Значит, нужно, чтобы место это продолжало действовать. Нужен другой вид. И совершенно не отказываться от этих слов. Сам произносил не раз. Читал об этом не раз. Если это было семечковое растение. Груша это семечковое растение. Значит, нужно садить косточковое. А теперь смотрите. Я посадил косточку. Давайте смотреть. Угадал, не угадал. Итак, это абрикос. Причем не просто абрикос. Привитый. На манчжурский. Манчжурский дает всегда мощный подвой. Его качество передается привою. Еще раз полюбуйтесь. Вот непривитый. Сын манчжурца, потомок. Видите, туда глядите. Вот. А вот это привитый. Вот. Бывший академик, который стал Артемом, получилось совершенно новое качество. Совершенно. Вот. Но именно манчжурец, он в основании подвой передал этому дереву. Поближе покажу, чтобы вы поняли, какое оно немаленькое. Вот эти качества. Итак, были спилены два мощных дерева груши. Сварог и лада. Вот. Вот одно, а вот другое. Между ними ровно было посажено абрикос. 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 Ну, тут, правда, ничего не росло. Абрикос и абрикос. Итак, вот они. От расстояния от пня меньше метра. Но приходится на всем экономить. Итак, смотрим, какие получились приросты. Вот. Подвой это несколько сантиметров от земли. Дальше пошел привой. Вот. Это было. Выглядело вот так вот. Смотрите. Вот. Допустим, здесь получилось два побега. Обе ветки живы. Ну, возьмем вот эту. Вот. Буквально через год она смотрит. Вот здесь. Вот это ей второй год. Вот это второй год. Видите? Это я брал на черенки. Вот на черенки брал. И вот я отрезал. И так в следующий год. Внимание. Третий стал рекордным. То есть дерево посажено на холм. Поначалу ей даже, может быть, не хватало влаги. С холма как бы стекает. Потом корни начали уходить, уходить, уходить от центра. Глупо те, кто через 5-10-20 лет продолжает поливать в эту ямку. Поняли, да? Что за ямка? И в этой ямке корней нет, а ее льют. Гноят. А здесь уже корни где-то в 2 метрах. Полтора-2 метра в сторону разошлись. Из холма вода скатывается туда, куда надо. И третий год стал рекордным. Особенно учитывая, что он был достаточно теплый. Это этот год. Раз. И достаточно влажный. То есть я ни разу это не поливал. Вот. Поехали смотреть. Итак, вот последний отрезал я. Это было, допустим, весной. Осенью. Смотрите. Я всегда говорю. Идет год за два. То есть это ветки этого года. Боковой появился раз. Пошел метр. Пошли боковые ветки. И еще полтора метра. Вон туда смотрите. Итого два с половиной. Ну и остальные тоже двухметровые или полутораметровые. Отойдем и полюбуемся. Вот. Вот так получилось, что после культуры семечковой груши абрикос чувствует прекрасно. Скажется, случайно. Вот. Подчеркиваю, клянусь Богом. Не поливал, не удобрял. Ничего не опрыскивал. Сейчас уже осень. И, конечно, листья уже имеют повреждения. Это уже период упадка, период угасания. А летом никогда, клянусь Богом, ни одной поршинки не найдете. Почему? Да, обрезку делал. Это же было и формирование крона. Правильно? Обрезка. И, вон, видите, прививки. Еще и третий этаж. А для чего прививка? Ну, не вписываемся в этот сад. Не хватает ничего. Приходится третий этаж делать. То есть, калечит, не калечит, но испытывать новые сорта по принципу если долго мыться, что-нибудь получится. Вот видите, удачная прививка. Вот. А вот вторая удачная прививка. Смотрите. Вот она. Смотрим дальше. Исключение или правило? Следующая за ним. Ну, просто поменьше. Какой поменьше? Метр семьдесят, метр восемьдесят. А вот тут, похоже, вообще два метра. Вон тот. Нет, практически. Ну, этот разве что. Чуть-чуть. Чуть-чуть длиннее. Но эти тоже хороши. То есть, саженец. Посаженный на холм. Подчеркиваю, на холм. До сих пор учат, потому что сами не садят, а учителя записались 20, 30, 50 лет назад. Продолжают учить, потому что сами никогда не садили. Посадили вот в яму. То есть, есть такое понятие посадочное углубление, углубление для полива. Он бы, он бы не давно, но он бы уже болел бы или уже сгнил бы. Третий. То есть, мы ищем закономерности. Смотрим. Если у того стамбик прет вверх, ну, стамбик-то еще худой, этот потолще. А это вообще, смотрите, какой уже сама мощь. Так. И приросты. А вообще они одного года посадки. Все разом садились. После того, когда были вот эти вот спирены. Вот эти вот, видите, пни. Вот. Итак, смотрим на самый верх. Та же картина. Полутора метровая, как минимум. Ну что, три из трех. Ладно, смотрим дальше. Вот на тот, не смотрите, полная тень. Это не способствует. Я посадил его, потом пожалел. Вот тот маленький. Малюся, малюхонький. Вот. Смотрим с этой стороны. Опять мощное приросты. Я с него много веток брал. Смотрите, как я обрезал. Это называется формирувка для формирования, как маточное дерево. То есть, оно мне, смотрите, какие жирные листья. Прилюбовались. Вот они, смотрите, какие. Раз. Сейчас вы видите еще и прививки на нем. Вот. Раз, тут ленточка есть. Ага, вот она, значит, прививка. Вот она, видите? Это есть прививка подвязанная, чтобы она не отвалилась. Прививка всегда ослабеет. Вот. И все, не все. Вот это дерево, здесь тени больше, к сожалению. вот. Сильно огромные деревья вокруг. Со света до середины дня это полная тень, поэтому приросты меньше. Хотя, еще раз говорю, все садились в одно время. Ну, даже это выглядит неплохо. Только отстает из-за тени. Вот она на солнышке, полюбуйтесь, какие приросты. Вот, еще одна. То есть, 6.0 в мою пользу. Ну, посмотрели. Итак, разницы нет, что вот эти. Даже кажется, что те, которые посажены промеж бывших, тут остались корни мощных груш, которые должны были мешать, гнить, окислять почву, и не заметили этого. Наверное, те корни давно стали удобрением. Сгнили, стали удобрением. Итак, красота, красота, красота. Казалось бы, худшее условие, потому что, еще раз, вот он пень, и вот он пень. И то, и то 20-летняя груша. А может 25-летняя, кто их там считал. КОНЕЦ КОНЕЦ